Действительно, я изучаю практически всю жизнь физическую культуру и все больше убеждаю, что она неприменима в современном обществе. Пока. Но мы надеемся, что она применима. Если мы сможем применить хотя бы несколько процентов знаний в жизни, очень много будет хороших перемен. Всего несколько процентов. На сто процентов сейчас невозможно. Я сейчас объясню, почему. Все то, что написано в веках, работает. Но при определенных обстоятельствах. Например, если ученый хочет сделать какой-то химический опыт сложным, там много будет вступать в связи с реагентом, нужно учитывать температуру, время, пропорции. Очень точно должно быть учтено. И если это все учесть, очень точно, этот сложный механизм сработает. Ведь целые системы. Креппинги называются как. Если что-то там создают новые вещества, синтетические вещества, то есть это сложный химический процесс, но он работает, если учесть все вот эти параметры в опыте. И в нашем обществе, в котором мы сейчас находимся непосредственно, вот мы с вами сказали, вот в Санкт-Петербурге, в России в целом, в Западном мире в целом, нет таких обстоятельств, где бы сработало критическое знание. Пока, пожалуйста. Есть как бы фрагментарные моменты, которые могут, ну, что-то проилюстировать, про него стремятся фрагментарные моменты, но в целом это не сработает. Почему? Мы вчера об этом говорили, не хватает мудрости, силы применить эти знания, использовать. И как мы говорили, силы воли, а вот это стая вещь, очень много стая вещь. Сегодня утром мы общались по интернету с целой группой, вопросы были, знаете, какого порядка в основном? Вы удивитесь. В основном вопросы были о том, как не обижаться. Вот когда мы общаемся, работаем, мы работаем, мы взаимодействуем, мы обижаемся, мы не можем эффективно действовать, мы не можем даже потом в присутствии друг друга что-то делать полноценное, беспокойство пребывает, но какой-то обидит у нас, а проблема. Я читаю Багаватый Куран, 11-ю песню, тоже предпоследнюю, да, 10 песен, и еще 2 дополнительные есть, где говорится о цивилизованном обществе и не цивилизованном обществе. Что это за определение такое? Вот мы себе представим цивилизованное общество в плане технологий, безусловно, а вот в плане другого, но я согласен Багаватому Курану, по-другому. Потому что цивилизованное общество означает, что каждый человек где-то согласно с своей природой очень твердо исполняет свой долг не цивилизованном обществе. Вот перец он острый, вот манго этот сладкий, вот соль соленая, вода жидкая, называется тхарма, это природа, она должна быть не цивилизованного, устойчивого. Не так, что мы посадили чили, а вырос бобрикос. Ну, так получилось, но передумал, понимаете, обиделся, не передумал, ушел в другую сферу деятельности. Нет, он следует своей природе. Каждое, каждое живое личное, кроме человека, не предает свою природу, а следует своей природе. Отсюда этот порядок, это то, что мы видим, природа такое уникальное, как и творение мы видим, упорядоченное. При всем этом разнообразии сохранится какая-то гармония и порядок. А человек может повезти из гармонии в весь мир вообще, потому что не следует своей природе, не хочет, обиделся. Обиделся на жизнь, на свою судьбу, на свою природу. Кто-то не хочет быть женщиной, кто-то не хочет быть мужчиной, кто-то передумал быть мужем, надоело. Кто-то хватит мне, надоели эти дети, лучше их где дома дать куда-то, эти старики, даже перестарелы, лучше их тоже. Это, знаете, столько проблем с нашей природой. Т.е. цивилизованные люди следуют своей природе строго. Они цивилизованно описываются, вне цивилизованной системы. Они ссорятся по каждому поводу. Они любичны, они агрессивны. Помните, как мы говорим? Тару Кая, Макс Кая, Пашу Кая, типы людей существуют, цивилизованных и не цивилизованных. Начинается с низшего уровня, что это. Тару Кая. Ну, Тару означает дерево растение. Человек растение, Тару переводится. Значит, разум его, он заблокировал. Очень скованная личность, зажатая в тисках, каких-то сомнений, незнания, он не понимает, как общаться с тем, с другим человеком. Единственное, когда он здесь чувствует хорошо, когда выпивает такой-то алкоголь, и тут он расслабляется. Фух, легче стало. Что там? Просто, в таком невежестве, как дерево, говорится, заблокировано, не понимает, не осознает. Сразу. Жить. Макс якая, человек рыба, говорится, другое сознание. Более подвижно, более активно, но в каком плане активно? Он смотришь, что плывет в рот, что от жизни взять, где, где, оп, что-то плывет, открывай рот, оп, взял. Это что-то мимо проплывает его рта, обижается. Вот неудача, везет дурака, понимаете? Не всегда не ведут. Он критикует, обижается, он желает, чтобы всегда исполнялись его желания. Это Макс якая. Пашу кая, Пашу, он начинает, человек животное, он в достижении объектов чувств борется когтями, зубами, кулыками и оружием. Становит агрессив. За деньги, за землю, за объекты чувств начинает сражаться животное. Айом, айом, не трогай. Это Пашу, как значит. Таву кая, Макс якая, Пашу кая. Это форма жизни как бы нецивилизованная. Человеческая. Сознание есть. Он форма человека, он может быть так же хорошо одет, или иметь какие-то атрибуты современного жизни, технологии применять, да, но вот поведение его вот такового, его внутренняя жизнь такова. И самая как бы опасная категория это Ракшис. Ракшис, Ракшис, это человек-эксплуататор, это Ракшис буквально людоед. он использует людей жестоко, жестко для своих чувственных наслаждений. Он порабощает, эксплуататор и обманывает этих людей. Причем титаном очень сильный бей его как бы сила в том, что наводит ужас, страх в своей переживании. Я же человек-страх. Вот все эти формы жизни нецивилизованы. И мы видим, что в современной цивилизации распространяются вот эти типы как бы сознания. Поэтому в этой среде лидическая культура не работает. ну как говорил еще искусство если вы бросаете семечко на каменистую почву не прорисует. Или в тернии какие-то то же самое заглушит сорняк. Нужна хорошая почва. И то есть мы сейчас с вами даже еще не приступаем к какому-то лидическому знанию, а скорее мы готовим только почву, потому что на почве хорошей чудеса прорисуют. Мы это думаем с вами сейчас как? Что все зависит от нашей пустины же нет. Если есть почва, от нашей пустины практически ничего не зависит, все самая пустина будет развиваться очень хорошо. Из нашего пустины с чего это мы взяли, что из-за наших пустины. Знаете что написано в Буране? Тот человек который стремится к счастью никогда не будет счастливым. Который думает что собственными силами станет счастливым, он обманывает себя других. Нет. Счастье взращивается по природе вещей. Как? Когда человек следует своей природе. Это радостный процесс, счастливый процесс, экстетичный процесс. То есть когда мы растем, когда мы развиваемся, это приносит радость, не просто какие-то усилия в поте лица своего добывать хлеб насущный, с потом и кровью. Да, это как проклятие звучит в Священном Писании, что будешь так и проклятие потому что. И в этом смысле мы какое-то проклятие несем, что ли. Нам приходится тяжко трудиться и надеяться на эти усилия, что как-то мы получим какое-то счастье. Но верно говорится, что счастье, добытое ценой огромных усилий, оно имеет ничтожный вкус. Ведь даже бедняк гордится ломоком грошом, который заработал в поте труда своего. Вот это так ценно. что я столько работ поднял. Вот я получил. Такой менталитет. Потому что человек должен жить в процветающем общности, в счастливом общности. А что такое процветающее счастливое общество? Первое там нет зависти. Это вообще-то почему? Почему? Когда нет зависти, мы не строим друг друг препятствия для развития. Мы не мешаем друг другу. Сейчас у нас в современном мире много уходят сил на борьбу друг с другом, чтобы конкурировать и устранить тех, кто мне мешает продвигать свои планы. какие-то потому как только начинают продвигать свои планы много помехов. Много помехов. Потому что тоже хотят только свои планы продвигать и такие же у меня планы у многих понимаете? Я хочу стать богатым многим богатым. Посмотрите, какой интересный закон. Разве зависит от наших усилий? Если бы все зависит от наших усилий, мы бы все давно уже стали богатыми. Разве нет? Значит не все зависит вещи мы делаем добиваемся при помощи наших усилий. Говорят, заработал. Вот видите, он работал, получил результат, решил. Другие вещи приходят случайно, без усилий. Говорят, вот повезло человеку, говорят, у него просто удача выпала. Так тоже бывает. И третий код приходит по природе вещей интересного. Человек может быть просто красив и все. Ослепительно красив. Ему предлагают на сцену, предлагают кино, предлагают еще что-то нравится всем. Видите, удача просто от его природы стоит. Он тоже больших усилий не предлагает. Вот эти три фактора. И есть четвертый фактор, о которых люди не знают, невидимый фактор. Это люди видят, могут сказать, вот это заработал собственными усилиями, это получил по везению, достижение обстоятельств, а это потому, что у него фактура такая его любят все, ну, такая природа удача любят у человека. А есть четвертый фактор. Все эти три вещи подчиняются одному закону. Наши прошлые деятели. усилия случайно ни природа, ни удача, ни наши усилия. И веды говорят, что, конечно, усилия и сила нужна, чтобы чего-то достигать. Но какая лучшая этих сил, мышечная сила или сила организации, конечно, сильнее организации. Когда мы вместе можем больше сделать, больше добиться. Нет, говорится, самая великая сила, сила разума. Если есть разум, соответствующий. Человеку все приходит само по себе. Это природа разума. И вот когда мы следуем своей природе, она работает и приносит саму удачу. Когда мы подражаем чужой природе, это не работает и не приносит саму удачу. Не убеждает это. Часто замечали, что мы говорим, а нас не слушали. Не убеждает. Потому что они от сердца говорили. Откуда ты из другого места. Может быть, мы просто из зависти кому-то говорим, или из забиты кому-то говорим, из раздражения говорим. Мы не удовлетворены по этому говорим. Потому нас никто не слушает, потому что это праведник, плохие качества. Мы не убеждали. Как только мы были спрестрасти в нашей Дорожении люди не будут нас слушать Иисуса. Они будут находить недочетные слова и указывать на недостатки. Но когда только от своего сердца, от своей природы, это слушают. и дальше мы в чем-то ошибаемся, какие-то несовершенства допускаемые. Никто это не замерить, но это же не важно. Посмотрите, это случилось. Это струны задевают. Ну конечно, мы думаем какие-то не наставим. Но это живое знание. Это природа. Природа покоряет. Поэтому каждый человек в своей природе. Природа может быть разная у всех людей. Не только мужчина и женщина природы, но есть рабочий класс, есть класс управляющих и военных, есть класс учителей и священников. В любом обществе есть такое деление. И в Африке, и в России, и в Европе, и в Америке, и в Австралии, куда мы не пошли, природа. Природа разделяет нас на эти четыре категории. Уже так устроен мир, говорится, мы его не можем перестроить. И кто из этих четырех людей богат? Только одна категория бизнесмен. Это их природа накапливает деньги. Но если вы думаете, что это и есть природа бизнесмена, то вы ошибаетесь. Не достаточно просто желать денег. Это подражание. На самом деле, это должны быть ценители культуры прежде всего. Ведь они же деньги зарабатывают, чтобы обретать ценности. Они должны знать, в чем ценность. Искусство, это покровители искусства. как Дягилев в Перми и в музее. понимаете, бизнесмен он балет русский создал, как линьгарь, милиционер поддерживал. Третьяков. Это делали богатые люди, как раз по природе вещей, которые являются бизнесмены. Их люди любили, уважали и строили музеи памятники за их два общества. Они просто копили деньги. Накапливают те же брундуки. Тоже есть брундуки тоже. Я вырос на Саргалей, где там брундуков тьма. Очень много этих зверьков. Земляная белка называется. Они почему-то отличаются от индийских брундуков. Там свистят, а там пищат почему-то. Я не могу понять, почему они по-разному разговаривают. Брундук там такой свист на севере. Резкий свист, там брундук. Мы с детьми ловили. А брендал они по-индийски говорят. И вот этот брундук там много кедрового сладника на севере сегалина и вот такие шишки они вкусные но мелкие орехи. Они конечно собирают осенью запасают свои норы на зиму. Даже нельзя прокатывать. Вот можно видеть как этот брундук с такими щеками ходит. Я говорю там теорехи. Значит он собирает эти шишки и теорехи и нор отнесет. Иногда кто-нибудь разоряет эту норку и забирает орехи у него. Довольно много. И тогда брундук мне охотники говорили не разоряйте норы брундуков потому что когда он теряет запас в осень он больше кончает жизнь самоубийством. Я говорю как? Как не туда его сушить оружие пистолет он вешается на рогане находит такую ветку дерева и вешается все не может жить без запаса. Так чем человек отече брундук а? Та же сама психология животного. То есть филилизован общество означает что каждый человек вкладывал какую-то огромную пользу именно его природа полезна. Но тут не нужно путать что же является нашей природой а что нет где же я а где нет вот вот есть природа ложная вот это нужно разделить вот поэтому поскольку сейчас очень много ложной природы все кому-то подражают кем-то хотят это как у того или как этого нужно то же самое то на этой почве не растут эти ростки знания а потрясающие знания знаете как бы сказать Берунамур сама нам дать все что мы хотим без фабрики заводов золото величество времена в те очень древние эпохи не в эту эпоху описывает это в таких легендах как ворнических золото было на первенстве земли золотой век сейчас железный это распространено как материал железа в отличные виды металла это было золотой серебряный бронзовый век вот сейчас железный век иногда в гор осыпались лавины драгоценных камней описывает иногда так случалось то есть ценности планеты земли были на поверхности остальное было в глубине но эта планета она подвижная она мистическая она реагирует на время на эпохи то что было на дне океана сейчас наверху на суше то что было вершинами гор на дне океана то есть это может меняться от эпохи к эпохе земли может меняться и золотой век планета напоминала земной рай я как сегодня прочитал немножко информацию раса людей была одна национально это была раса на нуле хамса лебедь подобные если посмотрим на лебедя и ворон это как сравнение противопоставления природы лебеди и ворон противоположные вкусы пабличные если любить белые свежи то ворон черные и лебедь он любит места очень писталь нечистой водой и там лотос и аромат и вон играет там еще рыба и там какой-то красивый место очень чудесное и лебедь он имеет чувство достоинства эту красоту природную изящество даже когда он летит летает взлетает и такие звуки издает удивительные знаете как стрела какая-то все очень красиво у него как он принимает пищу у человека как он общается с людьми то есть у него какое-то достоинство какая-то гуна качество аристократ какой-то птица красота но воротами противоположные вкусы она как живет на свалке там где муторно там играет что-то и вот кстати югу людей называли хамса лебедеподобные то есть они жили только высшими вкусами представьте они никогда не думали злого и никогда никому не завидовали отсутствие зависти означает что человек оборуждают и все таланты сами собой видите какая простая формула ну разве сложная формула непонятная а вот как это сделать даже когда юнете зависть задушить и выбросить как с ним справиться вроде бы я не завидую жаль а вот кто-то богаче меня меня хуже ну что с ней делать на глазах бессыдно это зависть она ждет у меня вожди леонел тоже как его контролируют куда что с ним делать сейчас нужно же сомнение а нужно ли вообще их контролировать может быть не контролировать это животные как раз животные голы ходят по улице закупляются собаки на улице тоже у них нет психических стрессов осложнений у человека у человека все тонко расстраивается обижается тонкие формы психических расстройств могут быть у животных а нет свинья поедают любую пищу не болеет никакой инфекции переваривания может быть у него может быть у него природа нищих учиться или как знаете есть такая история про одного человека а я думаю это притча не думаешь реальный факт возможно был какой-то факт историй один человек он постоянно молился о Бог и однажды явился ангел к нему и сказал я пришел предупредить поскольку это человек от Бога здесь через месяц будет отоп вода будет лить с неба и подниматься снизу и вода эта будет сверху и снизу нечистая отвратительный запах непригодная для отопителя и я тебе предупреждаю запасись водой на месяц для всей своей семьи и предупреди людей в своем городе об этом не счастье предстоящее это будет такое откровение беседа с ангелами человек восхожденный вышел на площадь городскую и стал звонить в колокола задал народ и сказал об этом и извести тревожным что через месяц тут начнется какой-то поток потом ангел меня предупредил и вода нечистая красного цвета зловонная непригодная для питья даже поверь что за последний сводом живем тут бабки и деды наши жили никакого потопа отролезь никто не видел какую-то зловонную красную воду придумал сумасшедший заманился у человека никто серьезно не воспринял его слова но как и было сказано через месяц произошло это событие начался потоп откуда проносится вода никто не знает и сверху и снизу ситуация какая-то была красноватая жижа отвратительного качества этот человек запасы воды и вся его семья распознала а эти люди все остальные вынуждены были использовать эту воду и пить ее и в результате то что теперь эту нечистую воду их разум помутился они стали несколько безумными туповатыми полгода все затрелось ой или не месяц за месяц они стали немножко туповатыми странными стали потом все это кончилось и человек выйдя в город стал наблюдать Боже мой что с людьми они потеряли разум они стали безумцами они какие-то глупости говорят ерничают ссорятся еще чаще углезают друг за другом присутствуют даже мужей и жен Боже мой что с ним случилось они потеряли разум что за эти вода и напаст и он сказал говорить с людьми погодите погодите вертитесь в нормальной жизни что не помните как можно жить вы же знали есть писание есть правиль предписание что с вашим рассудком вышли как животное он сказал они стали смеяться так все живут ты один у нас как белая ворона ты какой-то странный зачем ты эти вещи наоборот зачем ты беспокоишь то наше общество ты сумасшедший все и человек подумал действительно я погляжу ненормальным среди всех что их большинство и стал тоже пить ту воду чтобы стать как все вот такая печальная история то есть есть среда нужно создать среду и мы сейчас не надеемся что мы создадим среду прямо в большом каком-то социуме работа непростая я думаю но в своей личной жизни это возможно нереально прямо сегодня и вы увидите результат придет индивидуальный результат придет сегодня завтра кто-то начнет это делать здесь вопрос развития сознания это не просто какая-то тренировка режим дня и тренировка гимнастика то что мы это делаем нет йога это не гимнастика это союз мы развиваемся когда строим отношения когда увеличивается углубляется любовь между живыми существами и вот вот для этого принимаем эти регуляции цель должна в этих регуляций потому что старая везьяна она тоже живет как святая она великолепная старая везьяна старая везьяна уже даже не занимается сексом смотрите она 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 не принимает интоксикации не является зашли никого не обманывают она святая но она остается обезьяном обычно голубь вегетарианец ничего тут такого нет поэтому когда человек занимается йогой он занимается йогой для ума эти асаны подготовлены ум и праны для того чтобы работать с умом чтобы ум в сатаре направить как стрелу в одну цель и выпустить когда это нужно сама кем управлять ум имеет огромную скорость если нацелить его в одно место он достигнет любой цель и он достигнет по степени и он достигнет и он достигнет и он достигнет каждый сам по себе, каждый сам за себя. Это айога, говорится, это разрыв. Здесь все одинокие, все несчастные. Собираются все вместе, чтобы просто обманывать друг друга и конкурировать друг с другом. Нечащие. Йоги сопутствуют три фактора, которые скрепляют этот союз. Первое, например, возьмем пример семьи, муж и жена. Это йога, это связь. Как вы приедете отношения? Первое, необходим успех в деятельности, который скрепит в семье. Например, успешно они работают, они успешно обустроены. Жизнь, есть успех в деятельности. Семья будет крепче. Если семья неуспешна, они будут больше ссориться, больше обвинять друг друга, больше будут недовольны друг другом, если денег не хватает, допустим, или плохие условия жилья, или не могут успешно устроить свою жизнь, хотя бы просто здоровую даже жизнь. Или кто-то сбивается вдруг в семье, это тоже неуспех, неудача, скажем, несчастье для семьи. Итак, успех – это то, что скрепляет, употребляет другу сильнее. Второе, удовлетворение. То есть супруге нужно нравиться друг другу, как бы любить друг друга, и уметь это делать в течение всей жизни. Не какое-то лишь время, а потом посмотреть в другую сторону. А? Укрепляет это в течение всей жизни. То есть это удовлетворение. Что такое удовлетворение? Удовлетворение приходит через аскезу. Так не странно. Мы думаем, чем больше кто ест, тем больше будет удовлетворение? Нет. Регулируемо. Нужно немножко недоедать, чтобы удовлетворение. Нужно немножко недоучать, чтобы удовлетворение. Если мы присвящаемся, удовлетворение не будет. Будет утомление. Удовлетворение, даже депрессия, вялость, апатия, в результате пресыщения чувств, они, мы испытываем усталость внутреннюю, некую депрессивность. Поэтому удовлетворение, тогда, когда они регулируют свою сексуальную деятельность, сексуальный депрессия проявляется не только в отношении к мужчинам и женщинам, а также в словах и поведениях. Например, флирт. В современной культуре это обычное явление. Замужний, женатый, неважно, все твердуют, с кем хотят. Такова современная культура. Самая яркая западная культура, это, конечно же, флирт. Это яркие такие одежды, вызывающие на телу, женщин особенно. И это вот улыбки всем, открытое лицо, была открытая грудь, или там нога какая-нибудь, полуголая где-то, и так смелая, красивая. Вот это культура с вами. Но в союзе между двумя удовлетворение не придет таким путем, потому что эта энергия вожделения не удовлетворяется и переходит в раздражение, в гнев. Там, за кадром, все эти звезды, они несчастные. Они наркотики принимают в ноги, и это из-за стойки. Там, в кадре, они все это показывают, свое вожделение, свое дыхание, свое вдохновение, возбуждение. Но потом они устают от этого всего. Это все искусственно для души. И там, за кадром, они совсем другие. Многие из них самоубийцы, многие из них наркоманы. Мы знаем самые яркие звезды, но судьба очень сложная почему-то. Оказалось, должно быть счастливой, слава, деньги, красота. Все есть. А что же такое результат плачевный? Кто-то даже мог себе эту кожу пересадить, но уже. Но какой результат, смотрите, плачевный? Удовлетворение, когда отношения между супругами и между людьми в коллективе регулируемые, не эксплуатируют друг друга. Как друзья, допустим. Не означает, что мы должны эксплуатировать друг друга. Сидеть на ушах, загружать проблемы какими-то друг друга. и утомляться. Отношения должны предвижные. Вот. Это, что касается удовлетворения. Регулируемое отношение между супругами тоже. И третий момент. Это постоянство, верность. Вот. Третий фактор делает союз прочным. Мы ожидаем, что постоянство. Вот. Когда мы были в школе искусств Камакшетра. Камакшетра — это Южная Индия. Мы поедем туда, потому что там сохранились классические формы искусства древних. И они делают постановки древних Куран там, в Южной Индии. Используют классические костюмы изначально в юридическом периоде и учительствуют в этой классической культуре. И они... А-а-а... Там очень хорошо говорили. Давай, давай. Кто слушал? Третий пункт — постоянство. Постоянство, совершенно верно. Да, и мы там видели роману, скажем, там много частей, там каждый день, в течение недели вся роман была показана. Это грандиозная, конечно же, постановка на сцене, с экологической музыкой, живая музыка. Видите, представьте себе, четыре часа музыканты играют, ни одной ошибки, есть на чему удивляться, есть мастерство, как они танцуют, как это братнотяк, как играют роли, там есть ситы, есть рама, есть хануман, есть там равана, все эти персонажи показаны. И вот мне рассказали, когда вышел человек, он играл в олду мудрица, я не помню. То ли раван, он играл в олду мудрица, но неважно, играл роль мудрица, то есть раван, раван, демона. И когда он вышел на сцену, в том костюме, весь стал, стал рукоплескать, просто потому, что он появился, его знают. Я не очень-то был вдохновлен, первый раз увидел, ну ничего, обычно прослушал актер, сцены, я не был очень в восторге, не знал, а люди знали, потому что он может всю жизнь играть равану. Одну роль, в которой уже не играет человек, он за вторую практически не выходит. А кто-то играет всю жизнь ситу. Ну, сита – это такой прекрасный, женственный образ, эти самые, самые чистые образы, женщины, это сит вообще, идеал, как говорится в истории визитской культуры. И она всю жизнь играет в ситу, она уже будет пожилая женщина, некрасивая, а люди видят в ней в ситу, потому что всю жизнь этот образ она носит, и вдруг оплещет, и, знаете, просто молит из сита, выживает, ну, с того, как это, как это, как это, как это, актеров. Но это постоянство, это удивительно, потому что что-то другое пробуждается. Вот эта роль, этот образ создается, и я был потрясен, как она играет в ситу, это пожилая женщина. И, конечно же, там уже было новое поколение, там уже были молодые девушки, ослепительные, которые могли играть в ситу, это было прекрасно, конечно, удивительно. Вот это постоянство. Во Вриндаване, там, знаете, такой городок, городок в Индии, старые, старые индийские городки, вот такие улочки буквально, вот как вот эти тропы, иногда бывает. И тут же эти лавки, магазины, пешеходы могут пройти, там еще и коровы, и собаки, вот на этих улочках, там много всего. Нужно знать, если вы собираетесь в магазин, идти во Вриндаване, нужно знать, сколько это время идет. Туда не так просто войти, не просто выйти еще. Это будут приключения, это будут интересы, вы должны настроиться на этот интерес, и приключения больше, чем на покупку даже. Потому что будете думать только о покупке, у вас будет скоро дорожать. Тут корова легла поперек, тут свинья под ногами, тут люди, тут обезьян, что-то воруй, боже мой, что за город такой. Я был еще в 91-м году, я нашел там лавку, где продавали, красивые изображения, не есть такие, очень красивые картины, такие вот в стиле. И я купил несколько плакатов, там помню. А потом приехал, а там человек, я запомнил его, индус торговал на Упу, его лавочка была. А эта девочка сидела, его дочь, и помогала ей. Я приехал через 10 лет эту лавку посмотреть. Через 10 лет я снова нашел эту лавку с плакатами, они уже посмотрели изображение. Этого человека не было, а была женщина сидела там. Я пересмотрелся, боже мой, это когда же та самая девочка вылезла. Я говорю, ты знаешь, я здесь был столько лет назад, ты была выпить. Она, да, постоянно. Вы сейчас можете поехать туда, вот еще прошло столько же, 10 лет, эта лавочка будет там, и они не будут так продолжать это делать. Они не думают, что нужно что-то изменить. В этом смысле слова они меняются внутренние люди. Поэтому они что, не цивилизованы, они заинтересованы в машинах, технологиях, в современной медицине, фармацевтической промышленности. Да, не очень скидываются. Вот там культура медицинская не заинтересована, но она в упаке сейчас находится. Поэтому идея другая. Как восстановить эту культуру? Идея такова, послушайте внимательно, соединить богатство Запада и мудрость послока. Вот это слово. То есть наш материальный успех мы можем использовать для того, чтобы создать условия, чтобы люди стали внудрить зависть, чтобы пробудили вот эту внутреннюю энергию, чтобы избавились от зависти. Мы могли, мы можем заниматься хорошими делами, имея какие-то материальные достижения, успехи. Это можно понять и использовать. Вот в этом как бы идее сейчас эта идея пришла от парампара, от приветствующих духовных учителей, которые предсказали это явление, что это восточное знание выйдет в западный мир и будет распространяться повсюду, по всем континентам. То, что вы сейчас видите, этот процесс, он предсказан 500 лет назад примерно было предсказано, что это через 50 лет уже выйдет в западный мир. В западный мир тогда в это никто не верил. И когда это было сказано несколько сот лет назад англичанам, что в западный мир выделил эту культуру, они сказали, что это невозможно, это отсталая культура. Как разве этот западный мир может принять эту вашу культуру? Они не понимали эту культуру, считали их отсталой, потому что они уводили туда свои технологии, свои правила. Например, браманы, священники, учителя, согласно Бурану, ферезон общества им не платят деньги, зарплату не дают. Это развращает рану. Они живут на пожертвовании. А пожертвования зависит от отношений, как вы строите отношения с людьми. Насколько вы сердечно обучаетесь, насколько вы вкладываете туда мудрость, любовь, заботу. И тогда люди очень любят этот класс и поддерживают их. Это не производительный класс, они учителя, они не могут производить деньги зарабатывать. Они знания имеют, они контролируют чувства, живут в Аскете, изучают философию, шастры, науки и хорошо знают. Они высший класс говорили. Их настолько любят, что их, естественно, поддерживают. И вот один англичан приехал в одну провинцию посмотреть, как там идут дела. То есть, человек высокопоставленный, имеющий власть. Но когда он прибыл в эту провинцию, он увидел, что люди все бегут, толпа просто бежит. Но мимо него и его встречают. Он говорит, он сказал, куда они спешат, я спросил, кого-то исключено. Они все спешат на гангу сейчас, делать ненаверие. Почему такая спешка, что даже отдашь? Даже меня никто не заметил. Я тут управляющий, ладно, так сказать, я тут не хотела, так сказать. Они мимо меня пробегают куда-то на гангу, а мы видим, не спешат. Что это? Кто сказал это делать? Браманы, священники. Они говорят, что сейчас в этот момент астрологически очень важно прийти в ганге. Очень особое ощущение будет, они все бегут туда. Браманы сказали, а вот в чем дело. Пока Браманы имеют такой авторитет на непобедимую эту культуру. Он сказал, отныне ввожу заход. Все Браманы должны получать зарплату. И так и кончат здесь какой-то браманы получают зарплату. Учителя, врачи, это тоже Браманы. Не те врачи, которые пилят кости. Это поможено. А те, которые знают медицину на самом деле, устройство тонкое, устройство человека, его настроение, его биологическая составляющая, знают науку. Это тоже Браманы. Это близкие понятия здоровья и духовная жизнь, они очень близкие понятия, взаимосвязанные понятия. Они не получают зарплату, иначе они не смогут лечить правильного человека. Они должны лечить за день. Доктор, не надо мне давать никаких наставлений, просто лечите мне ногу, еще мне голова болит, вот что я не из которых. не надо читать на работе не за что в судах. Дайте мне таблетку, лекарство и все, а я вам заплачу лечить. Нет, доктор должен сказать, почему у вас будет лечить. Причина же у вас он должен вам дать наставление горькую период из начала, а потом пописать лекарство. Иначе это не врач. Это технолог. То есть врач и целить так же и ум и душу говорить. Он дает позитив, он дает правильный настрой, он знает джотиш веду, астрологию, он может ориентироваться в этих тонких вопросах, он вдохновляет людей. Какие бы они ни были больными здоровьем, вдохновляют людей на полноценную жизнь, ум должен быть здоров. здоровьем. Если даже телом не здоровьем, ум должен быть здоровьем. Настоящее здоровье это ум человеческий, позитивный, радостный ум. Вот это доктор. За деньги невозможно приходить, за деньги к врачу, он смотрит ваши параметры, анализов и все. Он не интересует вашим образом жизни, толком. Как вы живете, что у вас за характер, что вас нужно исправить. Нет, просто технолог. Я ремонтирую машину, больше ничего. Хозяин машины меня не интересует, мне за это не плавно. И как вы понимаете, чтобы именно лечить людей, нужно с ней иметь взаимоотношение. Потому что если пациент не доверяет врачу, лечь в сердечении практически невозможно. Укол, конечно, можно сделать, но вылечить человека невозможно. Его исцелить ум, если нет довителя на лечении. Любовь и доверие исходят от миротворцев, от класса, вот именно учителей и священников. Они знают, как установить мир в обществе, цивилизации. При этом они не должны быть смешаны ни с политикой, ни с деньгами, ни с тем, кто другим не касается. Это красный крест. Им не важно, красный или белый, или зеленый. Коммунист или капиталист не важно. Они помогают всем, у кого проблемы. Это правда. Поэтому мы говорим, что в мире обостренной политики это тоже очень сложно. Ах, если вы любите врага, что вставят ваши патриоты? Ты что, предатель? Да нет, я просто брама, я священник. Нет, ты предатель. Но ведь это сложная ситуация. Когда политизирована религия, политизирована жизнь, основана на выгоде. Поэтому в этой среде мы бросаем семечко. Сложно. Вы сами увидите, не так-то просто. Несколько дней, может быть, я что-то попрактикую после лекции вдохновленной, а потом забуду, потому что меня этот водолог тут же охватит. Туда, сюда, и все, и те же самые законы, и те же самые правила. Как с этим быть? Все равно могли ли земного притяжения, да? Куда бы нашум не поднялся, земной притяжение спустит его вниз. На круги своя все возвращается. На круги своя в Библии, да? Значит, что в итоге суета, суета. А вы толпы этих беседах и все. Потому что все потом на круги своя же. Ничего же жизнь не меняет. Земное притяжение. Жизнь заставляет все равно делать, как мы поступаем, зарабатывать, просто деньги и все. что с этим с вашим знанием делать. Хотя вещь простая. И первое, что важно понять для усвоения теоретической культуры чистота. Стандартная чистота. В этом большая чистота. Сколько раз в день умоемся или в неделю? Сколько раз в неделю и отменяем одежду? Это важный момент. Какую пищу едим, какого приготовления, насколько она свежа, а также насколько она свечна. Вчера мы упоминали, пища это очень важный фактор. Видите, вот написали Анна, Май, это пища. Вчера мы говорили, что пища может дать процветление. Очень сложно процветление. А может принести угнетение. Только мне сказал, что наш премьер, господин Медведев, он стал вегетарианцем. Да? Вы слышали какую-то хорошее 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 Значит, многие следуют примеру, написано в Багове Дите, чтобы они делали великоличность, остальные люди будут делать то же самое. Ах, он это не говорит, а делай вот это уже убеждает. Что-то происходит хорошее. И он как бы сказал, что лучше съесть кучок травы и получить любовь, чем съесть кровавое мясо и получить ненависть. Вот так он объяснил, почему он славит ряда. Хорошее слово. Я разделяю область. И он осознал уровень анномали. Потому что занимается йогой, слышит уже это, не знаю точно, но говорят, что он интересуется этими всеми вещами, серьезно практикует. Господин Шириновский тоже однажды выступил против мяса, помните? Мясо вредный продукт, он сказал. Вы тут едите, лежите в постели, вот там вы умрете, у вас кто-то уборка отвезут, он сказал, что это плохой продукт, вредный. Он ввел эти правила в свою парту, я слышал, тоже, от мяса, от интоксикации, то есть у него есть что-то происходит, это как-то знаю. Это хороший пример. Для большинства людей нужны именно примеры, потому что без примера им очень трудно самим что-то делать. И должны увидеть, что все это происходит. Только бравами по природе независимо от мнения общества, их невозможно обмануть средства массовой информации и так же. Или политические ситуации не обмануть, потому что они слышат свое сердце, и сердце чисто. Они знают, что такое чистота, поэтому они зависят точно от общества мнения. Но обычные люди они пугаются, а как другие на это посмотрят? Они не могут следовать всей природе, видите, они в страхе. Страх начинает сильные материальные привязанности, сильные материальные желания, беспокойствия если я буду так поступать и желания потеряю все. В основном вегетарианство сработало в оливерситете. Точно скажут все, кто писал это куда-то. А родственники что скажут? Они хотят пить водку из мяса, вот недавно письмо тоже пришло, что я стал вегетарианом, за что большое спасибо, за чудес такие, идут, знаете, восторженные слова, потом говоришь, что родственники не понимают, очень сильно обижаются на меня, что я не пью водку, не я мясо с ними, отставят мясо и водку. Вот такие вещи происходят в нашем обществе сейчас. Видите, какая среда сложная. вроде вы хорошую вещь делаете, а вызываете гнев, раздражение человека, убийство. Никто не хочет жить в какой-то, знаете, что такое, отмель поросенка, жить в чистоте не как-то, что хочет, правильно? Отмель поросенка есть в какой-то. Вот когда поросята рождаются в частных домах, зимой, скажем, не держат сарая, потому что они замерзнут, они маленькие, в общем, домой большие кабаны они ничего выдерживают, а вот маленький, нежный поросенок розовый, знаете, домашний. Но его там моют, конечно же, потому что он же поросенок все равно. Туда-то летит, сюда, он тут с поршницей переваляется, и его нужно мыть. И вот когда моете поросенка, это что-то, он так орет, как будто резутся куски, он такой бой поднимает, точно убивают, точно режут, что там у вас происходит? А поросенок, она поросенка, мой, и торже. Сумасшедший поросенок. Такая другая поросенка, он не любит пыться. Если мы скажем, ну давайте бросаем кури, делите, А-а-а, поднимется, что вы? Ну что, что вы такое говорите вообще? Мы русские люди, да? Это большая проблема вообще. То есть образ жизни. У меня есть знакомые в одном городе, они сделали семейный клуб. То есть приглашают людей, у которых есть какие-то проблемы в семье, и до этих советов. Вот и спортивидическое знание, и постепенно что-то вот можно применять уже. И многие, конечно, семьи спасли, они очень многие доказывают, и видите, можно поддерживать семью свои знания. И они мне пишут удивительную вещь. Говорят, вы знаете, как раз элементарный вопрос. Вы думали, что какую-то науку им дать на образование, долгий процесс оказывается просто-просто-просто. Выясняется, что большинство людей, вот этих вот неуспешных, неудачных семей, они живут в плохой среде, в личной среде. Они редко моются. Они белье долго не стирают. Они на ночь грязную посуду оставляют в раковине. То есть у них не очень хисти в квартире. Беспорядок, вещи, там то включено, шум какой-то там, телевизор там, еще что-то там. Одновременно все. Тут же дети пищат, тут же они ругаются, ссорятся. У них нет регулированной жизни, что вот это время можно посмотреть телевизор и все. Мы все обедаем, все. Никогда кто захотел, хаос. А вот все, вся семья собирается за стол, все чисто, все приготовлено. Нет порядка никакого. Он говорит, а у них жизнь просто элементарно не регулирована. Если просто встать пораньше и сделать омовение, уже где-нибудь лучше, понимаете? А полное омовение сделать человеку уже где-нибудь лучше. Утренние подъемы очень важны для здоровья, для тонкого тела особенно. Потому что это утренняя пранка, это утренние настройки, мысли. Могут только рано утром прийти к человеку. Конечно, нужно бодрость, когда просыпаетесь. Сейчас поговорим немножко о сна, я обещал. Мистическая тема, с которой мы каждый месяц прикасаемся с вами, не понимаем, что происходит. Мы привыкли к этому сону. Есть три измерения сознания, говорится, и четвертая. Бодрствование, солнцесное видение и глубокий сон, беспамятство. Мы это называем беспамятство. Я не помню ничего, что было. Глубокий сон. И четвертое измерение – это сам наблюдатель. То есть я, который бодрствую, наблюдаю свое бодрствование, наблюдаю свое сон и наблюдаю свое беспамятство. Тоже могу наблюдать. А как? Как? Представьте. Глубокий сон без сновидений. Вы просыпаетесь. Вы говорите, о, как хорошо это было. Вы говорите, я осознаю это по-другому. Сам факт трудно понять, что сознание как бы отсутствует, но каков результат. Так результат не придет ни в сна, в сновидении, ни в водрствовании. Глубокий сон – очень важное явление, не изученное сейчас. Попробуйте отдохнуть, без сна пролежать, с ночь в кровати. Ничего не получится. Пытка. Именно сон. Что это такое? Что сон? Что там происходит? Причем не только со мной. Все живые существа спят. Все подключаются к какому-то другому измерению, где восстанавливается их жизненная энергия. Там что происходит? Именно Глубоком сне. Какие-то действуют силы, которые отключают наше сознание на время сна, подобно каким-то добрым докторам, которые дают нам анестезию и работают с нашим телом, с нашим благом. А утром включают нас, и мы снова готовы целый день в водрствовании. Какие-то ангелы-хранители, что ли? Какие-то пожелатели, которые всем добры. Есть люди, которые не могут глубоко уснуть. Нарушена функция разума, поврежденный разум из-за грехов. Стразы получают люди всевозможные. Греш, значит, страх. Неудовлетворение, беспокойство, оскорбление, унижение, обилие. И я не могу ни ночи, ни днем успокоиться. Я теряю глубокий сон, теряю энергию, теряю силу. Тогда никогда не уйди на йогу. Ауто-тренинг называется еще по сторонам. Там сейчас ложись. Шамазана. Расслабляйся. Представляй. Бери мой чай. Расслабляйся. 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 Писай, что у тебя такая горячая тряпочка на руку. Смотри. Видишь? Точно. Я не расслабляйся. Шею, боже мой, напряжена. Плечи. Все сковано. Я начинаю следовать, следовать. Расслабляйся. Глубокий сон. Крапай. Пятнадцать минут. Как хорошо. Боже мой. Как это? Пятнадцать минут. Глубокого сна. Вы так посмотрите. Мы перестали спать. Должно быть. Но утром, уставшись, поднимаемся. Замечательно? Четыре утра по ходу проснуться. Ах! Нет никакой жизни силы. Неправильный сон. Сон самый лучший. С восемь вечера до двенадцати ночи. Вот. Самые лучшие часы сна. Это время бодрости для современного культуры человека. Как раз время отдыха и развлечения сон. Самое-самое-самое злачное время. Буду спать ночью. Потому что мы теряем жизненную силу. В это время другое время уже никакой сон. Уже другой эффект. Мы говорим, а спект времени нужно знать, учитывать. Это йога. Будущее означает, что в это время мы действуем, работаем. Мы зарабатываем какие-то деньги. То есть мы поддержим семью. У нас есть какие-то проекты. То есть мы действуем для накопления каких-то цен. Ценностей. Это затраты энергии. Сон со сновидениями тоже это затраты энергии. Это еще не полный отдых. Потому что даже в жизни со сновидениями идет расход энергии. Там тоже можно наслаждаться и расстраивать или бояться. Это тоже расход жизненной силы и психической энергии. Поэтому нужен глубокий сон. Это функция разума. Сон – это функция разума. Он отключается полностью. И вот тогда мы ничего не помним. Когда он частично отключается, отпускает порши, расслабляется разум, частично ум начинает блуждать без цели, без руководства разума. Это называется сновидение. Мы не контролируем сон. Видите? Что там происходит? Я думаю, мы всякие глупости сделаем. Что угодно мы будем делать. Могу вступить в сенсуальные отношения с кем упало в сне. Это известно, что восьмидение человек не контролирует. Ум блуждать начинает. Потому что разум отключается. Частично. Частично. Поэтому, чтобы все-таки остановить это блуждание ума, расход или реалии, он полностью отключается в какой-то момент. Если он находится в правильной атмосфере. Опять же, в хороших условиях. Почему дети так взяты, без мятежи? По-настоящему, как спит, как младенец вообще. О-о-о, ты как ты. Блаженство. А потому что их любят. Они находятся, у них есть прибежище. Мама. Это наше единственное прибежище в детстве. И полное, надежное, мы абсолютно верим в маму. Стоит только маме узнать, что мне нужно, мама сделает это. Все мои любые желания. Мама. Кто меня зачастит от собак? Мама. Кто будет со мной ухаживать, когда я говорю? Мама. Кто учит меня? Мама. Кто любит меня? Баба. Моя мама. И вот это прибежище означает, что мы можем спокойно спать, бесстрашно. Человеку нужно прибежище. Взрослого, конечно же, уже мама. Отходит. Другое, настоящее прибежище. Это разум, это абсолютность. Бесстрашие достигает познания абсолюта. Что в этом мире все временно, все вызывает тревогу. Чем мы бы не обладали, все это теряет. Мы боимся. Потому что мир неустойчивый. Время – сам по себе мир. Да. В этот город сейчас мы вышли на Невский проспект. И здесь когда-то гуляли. Мне было 25 лет. По Невскому проспекту. Там было много молодых людей. Там было эскимо продавалось только в Петербурге. В Ленинграде эскимо было такое. Там сбрасывали в танец. Шоколадный эскимо. Нигде в детском языке не было. А как это был лучший? Я помню. Петербург, Ленинград, Белые ночи. Я сейчас тоже выхожу. Тоже молодые люди гуляют. Это уже совсем другие молодые люди. Но они совсем другие. Иногда я смотрю на улицу и думаю. А кажется, какая-то знакомая идет. С того времени. Я эти молодая. Я забываю, что она уже старуха. Нужно на стариков смотреть, чтобы узнать Бога. А я на молодые студенты думаю. Точно. Точно она. Вот там и шпатулы будут. Да нет. Я забываю, что это все временно. Все уходит. Все притекает. Теперь хозяева молодежи. Каждый, кто входит, говорит. Теперь я хозяин. Это моя земля. Мой город. Я последнее поколение. Я хозяин. Я забываю, что за меня было столько хозяев. И сколько будет еще хозяев. Никому здесь ничего не принадлежит. И что это было сто лет назад, мы даже имена не вспомним. Про обычных людей нет. И вот эта среда. Вот эта среда. Что с ней делать? Что мы живем в такой сложной среде. Внутренней среде. Как же стать добрым? Прочитайте, пожалуйста, Леонида Андреева. Его рассказ. Произведение. Как черт учился в доброте. Начитайте. Леонид Андреев. Я не знаю точное название, а в доброте, в общем, найдете что-то. Ну, собственно, сюжет такого, что черту надоело заниматься всякими пакостями. Это подножки ставить там. Слова на шелтого дерева ошибочные там священнику. Ну, в общем, такие нервные пакости. Надоело. Надоело ему. Адущий. Ведьмы эти общения с ними. Стаскался по добру. Это большой черт. И такой насадый насоченный. Я пришел даже к священнику попику с такому старенькой. И признался своей идеей, что тут черт. А стаскался по добродетели и хочет учиться. Я сначала Бог хотел его выкинуть как черт. Он говорит, на тот контакт. Он говорит, ты меня вас посылаешь. Ты меня не спасешь, что ли? Я же искренне серьезно говорю. Объясни, что такое добро. А ты Евангелие читал про священнику? Евангелие оказался в черном языке. Да ты богослов, сказал Бог. Ты истинно богослов. И что, ты не понимаешь, что там все написано? Так, понимаете? Смотря как посмотреть. Добро может быть с домом, а с домом может быть добро. Мы-то черти очень разумные. Мы деликальные. А сердца у нас нет. Мы не различаем. Где окончает его? Начинается зло. Как это трансформируется? Мы различаем. Научи меня, как его чувствуют. Ну, тогда тебе нужно прочитать много комментариев и книг священнику писания. Вот два года что-то получал. Прочитал Твоего Бога. Ну, так ты проповедуй Евангелие? Что такое такое? Так я проповедуй Евангелие прямо в одном говорит. Знаешь, что на это началось? Ооо, все ночи проповедовать, все выучили Евангелие и стали конкурс на лучшего проповедника. Все сразу куда-то ушло вообще. Смысл просто какой-то шоу и весь ад на эти тантасики. Возвлековай просто. Дай мне какое-то конкретное указание, что такое добро, что делать и что не делать. Потом он сказал, ну вот тебе заповедь. Ударили палево еще и просто я правую. Сняли кафтан, а даю рубаку. Ну, наконец-то дали что-то конкретное. Теперь я понимаю, что такое добро случилось. Иди делай. И пошел в город. Одел белую рубаку, новый кафтан. Он же был готов, чтобы снимать кафтан, рубаку отдать хорошую. И стал ходить по городу. Две недели он не приходил больше кафтану. Через две недели пришел весь. Попитесь с синеками, с шишкой на голове. Расстроен кто? Что случилось? Подрался что ли? Подрался. Я же тебе сказал, если ударить по лечке, поставь другую еще. Как же ты подрался? Так в том-то и дело, что по щеке никто не бил. Или по другому месту, понимаешь? Боже мой, да что ли тебе за гнусная природа такая? Как же тебе объяснить, что такое добровольство? Что случилось вообще? Но я ходил по городу, ждал, когда меня кто-то ударит по щеке. Никто не бил. И тут я заметил, что в реке человек тонется. Водоворот закручивает его и просит помощи. Я сел на перекрытии и стал анализировать. А что-то он не тонет так долго. Видимо, какое-то свойство, знаете, водоворот этого необычное. Давно бы нужно затянуть-то по идее. И пока я так думал, народ сбежался и вытащил этого человека. А потом убедили меня и стали бить. И что? Прямо в теле тросит его никуда. Вот видишь, как кровавая. Ну, я ему ответил. По щеке никто не бил. Про кафтан вообще никто не бил. Не замечал мой кафтан. Ты должен прощать, понимаешь? Вот понимаешь, прощай. Какое-то насилие. Не отвечает зло. Хорошо? Вот тебе надо идти. Делай теперь. Он сказал, что сделал. Тоскливый, тоскливый. Что ты сделал? Прости. Как вы? Женщину там изнасиловали, убили. Какие-то вонятые. Ну, я ведь просто простил, пошел дальше. Да как же без Бога такой. Нужно взять палку, камень там, бить их. Как же они убили ребенка, эту женщину изнасиловали. Он говорит, ты ж ты понимаешь, что здесь сердце есть какое-то. Ну, нет. Сердце, я не понимаю, что это какое-то прорубь. Вот сейчас мы говорим, любовь, любовь, любовь. Забитие слова вообще. Ну, как это вот забили, замаслили все? Ведь в сердце это нужно понять. Это нужно изучить изнутри, это ведическая культура. Эта природа должна наше понять. Не наша зависть, не наше подражание, не наша конкуренция, не наши атрибуты накопленные. Не наши красивые одежды, а в сердце это происходило. Из трех состояний. Бодрствование, солнцезаведение, глубокий сон, наиболее приближено к реальности. Сушуки, сон беззаведения. Правильно. Не бодрствование. Знаете, почему? Потому что там нет объектов чувств, кто находит в запуске. Там нет ничего. Для нас ничего. Для нас сосредоточены, запрограммированы на объектах чувств. Там их нет. Но для нас там ничего нет. Неосознанное состояние. Там много чего происходит. Мы говорим о восстановлении жизненной силы. Мы соприкасаемся с какой-то любовью. Мир базируется на любовь. А мы даже знаем это. Потому что мы глубоко, без памяти находимся в этом состоянии. Когда нас именно дают любовь. Энергию. Каждому живому существу. Кто был ни был. Необходима жизненная сила. Чтобы жить дальше. Как уж он хочет. Как он пожелает. Конечно же. Может злоупотреблять. Это жизненная сила. И разум злоупотреблять. И здоровье злоупотреблять. Но. Каждую ночь с блоком снег. Это любовь дается живому существу. Это чадо Господне человека. Любой. Какой будет. Представьте монитор. Экран. Вот там есть какие-то документальные. В области можно посмотреть. Солнце сновидение. Обминать. Такие документальные картины. А можно надуманные фан-фэнтези показывать. Солнце сновидение. Солнце сновидение. А можно отключить его. Вообще. Какое из этих трех состояний приближено к реальности максимально. Его отключенное состояние. И вот нам нужно пробудить свое сознание. Перенаправить его от объектов чувств абсолютной истины. Как осознав, что эти объекты чувств – энергия абсолюта. По-другому невозможно. Невозможно открыть глаза и не видеть. Невозможно ими уши не слышать. Эта автоматическая связь происходит с этими временными, легкими чувствами. Устраивается гонка. Счастье от нас уходит. Дети от нас тоже уходят. Это такая природа. Артуна. Лашки. Она приходит неодолго и уходит. Любые деньги, кто заработает, уйдут. Счастье от нас уходит, пойдет дальше. И поскольку она от нас уходит, постоянно растрачивается, мы устраиваем гонку за ним, погоню за деньгами и счастьем на перегонки. Вот это наше жизнь. Авида говорит – нет, не так. Живи так, чтобы Лакшми пришла к тебе сама и жива там, где ты живешь. Перевлеки эту энергетику самекачественную, всем воздушными мыслями, поведением, речью. Смыслом осмысленности. Это наука взаимоотношений, утраченная под муках на юридической культуре. Значит, понятные отношения сейчас ни с Богом, ни с природой, ни с животными, ни даже с родственниками, ни даже с самим собой, я понимаю. Как же нам распространить юридическую культуру? Как ждать тебе развития культуры, знаний, культуры природы человеческой? И Вигьяна Майя, вчера нам обсуждали Анна Майя, пища хорошая, чистая, освященная, дает возможность нам ощутить жизненную силу внутри себя. Пран, крепкое здоровье, жизненная сила, энергия. И это следующий, как бы, достигает уровень Мана Майя, энергии ума, мысли. Если мы достигаем уровня энергии мысли, желания исполняются все наши. Если очищается ум. Нужно выбрать главную вещь, лучшую вещь. Не нужно плохие вещи выбирать, ума. Ум так не будет очищаться. Не обретет могущество, он запутается. Потому что если ум говорит одно, а сверхдуша говорит другое, у меня будет конфликт в душе. У меня будет смятение, если тут с ума просто. Я не должен конфликтовать с совестью сердца. Должен с ней сотрудничать. Потому что это самый чистый, самый любящий голос. Это высшая энергия жизни. Я должен найти прибежище в этом голосе. И спать спокойно. И глубоко, и осознавать перелив этих божественных сил. Для чего? Для служения. Для того, чтобы обманывать кого-то. Или спортировать кого-то. Для того, чтобы любить. Энергия нужна, чтобы любить. И вики анома – это то, как можно достичь всего этого всего. Это поступки человека. Рано подниматься. Сделать им овеншку. Да, оно освежает ум, нашу прану. И начинаем чувствовать, что мы идем, что есть, что не есть. И начинаем осознавать. То есть, есть стандартные часы. Как я говорю другу, пойдем гулять в школе учиться. Он говорит, я сейчас уберусь. Приходи через час. Я уберусь в квартире. И мы пойдем гулять. Через час прихожу в полный кавардан. Говорю, еще что не убрался. Свой час прошел. Он говорит, я уже убрал. Такое стандартные часы. У каждого стандартные часы. Чисто. Люди думают так. Там они вот в туалет сходили. По большому. Просто руки помыли. И все. Чисто. Поедем с алкеткой. Чисто. Все нормально. Если мы стандартные часы повысили. Ну, хоть в чем-то. Ну, что мы можем с вами с вами с вами с вами. Мы возращаем более тонко чувствовать. Если мы хоть раз получим прану воздушную. Мы уже будем стремиться к этому. Снова дышать чистой праной. Сейчас люди городские не мыслят, что они в земле. А с коровой, допустим. Что-то за грязная жизнь вообще. В таких аскезах рано подниматься. Там доить корову. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Тогда где мы возьмем? Любовь. Если молоко будет искусным. Ведь корова дает любовь. Знаете, что срок жизни человека очень сильно зависит от того, количества молока, который мы выпиваем в жизни. В кальюгу молока будет меньше. И хорошего молока будет тоже меньше. Поэтому срок жизни сокращает. Даже есть люди, которые не могут усваивать молоко сечем. Трудно. Это векалия. Это природный дар, говорится. Амброзия. Молоко – это чистая сапфа. Вообще корова – это чистые животные сапфа. Даже на осью чистым. А чай, куриная терапия. Представьте, это на вся полезная, на вся чистая. На одного сцены не имеет земли. Лучшая инстанция. И все это применяли на мясо, на химию, на водифицированные продукты. Чтобы просто жить в комфорте. Ни на земле, ни с коровы. Мы закладываем эту свою душу и теряем жизненную силу. Вот что происходит. Поэтому нужна вегиада. То есть поступки правильные. Мы рекомендуем, чтобы у каждого человека был случай под земли. Корова – не корова – это сложный вопрос. У врачи что-то тоже снова. Чистый проект. Это хорошая практика. Не нужно лениться. Города возвращают наше и наше сознание. Ослабляют наш разум. Городская земля – не страсть, а жизнь на земле. Будем благостей присосывать. Так, говорят, уран. И мы теряем контакт с природой. Мы любим искусственную жизнь. И заканчиваем эту под асфальт. И гордимся этим творением искусственным. Природным идут совсем другие вещи. Естественные вещи. И очень важно усмирить ум. Ум – это пункталь. Он все хочет по своему делать. Но когда мы делаем правильные поступки, вот тогда у нас становится радость. Ну, мы же знаем. Кто-то нам хорошую вещь делает, и нам тоже хорошо. В уме сразу хорошо. Больше позитива, оптимизма. И слова, какие-то хорошие сказать. Тоже хорошие результаты. Мне лучше сказать это. Почему мы не говорим? Эти слова хорошие. Так часто, как многие. Причем больше критикуемость. Прошаясь с удовольствием. Просто потому, что мне плохо. Я больше на стороне другим. Я больше на стороне другим. А цивилизованность, я знаю, что нам плохо не портит на стороне другим. Нет. Он ведет себя. Позитивно. Ну, он так же может улыбаться, быть добрым, даже когда его не везет в жизнь. Это добродетель устойчиво нужна. В этом сила, как бы, поступка. Это самое трудное, именно поступать по истине. А если бы просто, ну, в конце концов, просто любить, будь внимательным, служить. Живи в чистоте. Что тут сложно? Но города нас возвращают. В таких условиях мы живем, что мы расслабляемся. Мы на унитазе сидим. Понимаете, в чем дело? Мы не сидим на гордочках уже давно. А что полезно сидеть на унитазе или на гордочках? Дошло до того, что даже уже пульты придумали с кнопками. Понимаете? Потому что вы не вставали вообще. Скорее всего. И даже дошло до того, что пульт лежит на столе, и вы говорите, у тебя рука длинная, достань, не попадай мне в этот пульт, пожалуйста. Вы же встать и заходите. Вы же с кнопкой должны. Скоро унитаз прям под кресло поставить нужно. Знаете, сказал. И кнопки везде по всей квартире. Представляете, чтобы где бы ни были, кнопка была под рукой. Называется больной человек. Инвалид. Мы себе сделали просто инвалидом этот вылезать. Сидим на унитазе, наш кишечник расслабляется, носки порой. И вот там какие-то вены в кишечнике вылезают. Другие вещи застойны, потому что сидеть нужно на гордочках. Это полезно. Аскетично, но да. Хорошо. Вы говорите, вот геморрой, что вам в йоге скажут. Ну, посиди вы так минуту, пожалуйста. Вот садитесь только и сидите минуту. Засекаем. И вы платите деньги за это. Если унитаз платит деньги, а потом на йогу платите деньги еще. Двойной расход. Унитаз это, собственно, главное достижение. Сейчас современные цивилизации не знали об этом. Потому что главной проблемой была вот эти вонючие туалеты. Уличные. Где все, все собираются утром там, знаете. Здравствуйте. Сидятся рядом. Ну, не цивилизованная жизнь, понимаете. Но так вы и жили. Я помню, такие туалеты были. Заготят пять дырок таких сразу же на пять человек. И уже сидит несколько человек. Согласно к культуре ислама, когда вы идете в туалет, рядом с кем-то, не здоровые едете. Нужно здоровые. То есть вы должны отсутствовать там как-то душой. Ну, садитесь рядом, мы справляемся все как надо. То есть все естественно нормально. Люди это нормально принимали. Мы сейчас цивилизованные. Мы на унитазе сидим в одиночестве. У нас там есть телевизор с унитазом напротив. Там куча журналов, понимаете. У нас такие цивилизованные. И больные все. Безнадежные. И ум у нас тоже травмирован. И обижаемся по каждому поводу без повода. И споримся по каждому поводу без повода. Так что же у вас только унитаз? У каждого поводу без хорошее настроение. Вот как вы знаете, не в радость все это нам в жизнь как-то идет. Где же эта радость? Она внутри должна быть. Унитаз не принес нам радость. И машина не принесла нам радость. А что же принесет радость? Я ищу, кто даст мне радость? Кто даст мне счастье? Кто мне будет любить? Пусть в своей жизни ничего не получится так. Мы должны любить. Пусть в своей жизни эту жизнь. Мы должны учиться любить. Мы должны отдавать. Это ищу. Вы должны гореть этой жизнью. Это век яна моя. Так что давайте любить. Давайте прощать. Давайте находить силы. Не довольте силы. Берите мантру. Чтобы не было этого земного притяжения с наук своим обидом. К своему унитазу. К своей расслабухе. К своей апатии. К своему видику. Интернетику. Мантру берите, чтобы ум оторвать все это. Потому что как оторвать ум? Это беда. Просто как ребенка оторвать эти компьютерные игры? Ну как? А самому как быть? Мантру. Ну оторвать можно. Но нужно практиковать. Ежедневно трудиться. А как же в душе? Она должна трудиться. Развивать свою волю. Даже если не хотите, делаете все равно. Воля, воля. Развивается. Решимость. Нужна для мужчин. Особенно это важно. Решимость. Какой мужчина имеет решимость? Что это? Это не мужчина. Нужна это? То есть поступки должны быть правильные. Даже если мы не можем, мы должны быть. Вот это. Это правильно. Это трудно, но это хорошее. Достойное. Великий Адамай. И я мечтал сказать, что же будет после Велики Адамай. Уровень. Пятый уровень. В этой схеме. Адамай. anciens. . Анандама. Ананда-мая. Мая как вы видите, это энергия. Энергия. Энергия пищи. Энергия жизненной силы. Энергия Луны. Энергия поступка. Это все выше. И энергия безграничного счастья. Знаете, свет постоянно горит, пока мы здесь проводим лекции. Даже не замечаем. Энергия постоянная. Не уменьшается. Понимаете? Не мигала все за время. Вы привыкли к этому. Вы не приезжаете. Там постоянно гаснет. Через что свет погаснет все, которые давно привыкли. Никто на это внимание не обратил. А здесь, смотрите, добились постоянства. И вот мы говорим, что участие было ждут постоянные. А надо. Не уменьшающие, не достающие. За счет океанной энергии мы сейчас достигли только постоянства. Лековая передача. И вот так же говорится. Океаны из глаженства в этом мире, не познаны нами. Глубокий сон, да, проблема. Но есть наблюдатель. Нам нужно понять, что мы дожди глубоко, как снег. Давайте, в принципе, понять, что там происходит глубоко, как снег. Восстановление нашего. Поддержать нашу энергию. Значит, это поддерживающая добрая, бескорыстная сила. Вот так можно это написать. Качество. Я не буду говорить о механизме там, что происходит. С молекулами, с нейронами, с нервными каналами. Мы говорим сейчас о качестве, о гунах. Значит, это минимум садва гуна включается. Мы отключаемся с уражес, там отключаются наши планы. И отключается садва в этот период 3. Которую мы не осознаем и получаем энергии. Хорошо. А что такое поддерживающая сила? Давайте разберемся. Посмотрите, она выражена во всех. Писание в форме заповеди. Мы можем прочитать это узнание. То есть мы так-то не знаем, что такое поддерживающая сила. Любовь поддерживающая сила. Знание поддерживающей силы. Счастье поддерживающей силы. Талант, способность приживающей силы. Способность мыслить чистых поддерживающей силы. Ответственных долг поддерживающей силы. Это же все заповеди даются. Из этого измерения четвертых. Живи по этим законам. Они описаны. Во сне ты их не понимаешь, они написаны на бумаге. Святыми. Осознавшими. Наблюдающими. Заводействуя. И когда мы поступаем вместе с поддерживающей силой. Свою жизнь строим. Вместе делаем такие же поступки. Любим. Получаем знания. Распространяем счастье. Распространяем мир. Распространяем чистоту. Не раздражение, а чистоту. Умиротворение. Прощение. Сознавать поддерживающую силу, которая питает нас. Мы подключены. Смотрите. Ананда Мария. Счастье. Легкость. Мы просто отключили сейчас. Аттемер и счастье. Нужно вставить. Пинку родил. А? Как? Главное в этом. Вивьяна Мария. Поступки наши. Есть поступки. Интересно. Есть мысли. Мысли сразу контролировать не беритесь. Это невозможно сделать. Ум сразу, непосредственно контролировать невозможно. Речь уже можно до какой-то степени контролировать. До какой-то степени. Вот что-то говорить, что-то не говорить. Молчаем, говорится, золото. Лучше молчать все. Если говорить, нужно будет истинную правду. И все. Станем молчать. Не знать – молчи. Плохие вещи какие-то. Лучше молчать. Не надо это сделать. Это хороший фактор. И мысли, поступки уже могут подчиняться нашему контролю. Куда пойти, допустим? В бар, ресторан или на лекцию? Почитать книгу сейчас или посмотреть какой-то разведачный фильм? Это уже наш выбор. Поступки, поступки. Встать рано утром или спать, обедать. Я вкратце скажу, что происходит с людьми в разных дюнах. Вкратце, потому что у нас не так много времени. Как они проживают в жизни. Знаешь, что без схем. Услово для 100 лет. 100 лет для человека в губне невежество. 100 лет для человека в губне страсти. Для губне благости тоже 100 лет. И вот Куран говорит, что человек в невежестве проживает жизнь так. 50 лет из 100 он просыпает. Потому что человек в невежестве спит 12 часов. Это в невежестве. Мы с вами не постоянно в невежестве. Иногда в невежестве. Иногда в стрессе. Потом мы сейчас условно говорим. Если в невежестве, то 12 часов он спит. 50 лет убирает 100. Нет. 20 лет его жизни. Первый. Первая фаза. 20 лет. Неосмысленная еще юношеская. Перейдем в учебник. Незрелый человек. Убирает его тоже. Ничего серьезного он не сделает в этом время. 70 лет. Последние 20 лет он немощен. Страдает памятью. И тоже не способен ни на какие особые подвиги. Сколько ушло? 90 лет. 10 лет. В полу из-за счастья. Козелка в колесе ходит. У него нет времени везти. На какое-то изнаследование себя. Это в невежестве. В страсти он спит меньше. 8 часов примерно. Ну, выходные может больше. 5-9-10 часов. Но обычно 8 часов он спит в страсти. Более организованно. Он спит обычно до предела, пока уже именно вот петуша или приедет, пора на работу. Уже надо просто. Это страсть как его дисциплинировать. Ответственный в работе человека это страсть. Семья, деньги, работа, понятное дело. Дисциплинировать. Это высший гуна. Значит, 8 часов отнимается, значит, все равно. Получается, не 50 лет сна уже, но 35. Около того. Он просыпает. Первые 20 лет он не просто проживает в невежестве незрелом. Он учится. Получается образование, науки какие-то. Он уже по-другому использует в это время. Видите? Профессиональные науки, какие-то науки. Получается образование. И тот период времени, когда он активен, работает, он добывает плоды труда. Он накапливает какие-то состояния. Это деньги, недвижимость. У него семья, дети появляются, внуки. То есть у него есть какие-то приобретения. Так, это в страсти. Это то, что может удержать страсть. Не вежит в него. Не вежит в него все разваливается. Постоянно. Ни дети, ни внуки. Любви нет. Все право, плохо. Лучше бы и не было вообще. Но в страсти это уже какая-то организация. Может это удерживать. Есть страсть, энергия. Но в последние годы жизни, говорится, ему это уже ничего не нужно. Он теряет какой-то смысл. Когда он говорит, суета спьет. А ничего? Мне это счастье так и не принесло. Какая-то безумная. Но в благости. Человек сидит шесть часов. Шесть часов сутки. Благости человек сидит. Бывает меньше. Он более бодрый. Перед двадцать лет он получает духовный вкус. Смотрите. Совсем по другому времени. В деятельности он много делает добра другим. А значит столько любви и радости он получает в отношениях жизни. Накапливает любовь и остается мудрым. Живет в чистоте. И в старости это счастливейший мудрец. Его внутренняя жизнь полна до краев. Он любит все живое. Но вот скажите, в первой серии в невежестве есть смысл быть в каком-то этапе жизни у человека? В его сне. В его годы. В его юности. В его старости. Все это счастливее. Что он против, чтобы спать, чтобы вернуться? Или чтобы со стариками умереть. В страсти есть какой-то смысловременный. А потом говорит, бессмысленность устрасть. А сует, а сует, разочарование. А в благости во всем есть смысл. И в первую позицию жизни, и в активном позиции жизни, и в последних позиции. Полна смысл жизни. Представьте, полноценная жизнь. По-разному будет природа. Люди будут проживать по-разному. Нам не хватает сейчас статуса луны, вот этой среды, в которой бы эти семена знаний проростали хорошо. И все же мы знаем, как распортили юридическую культуру. Я уверен, могу сказать, через институт семьи. Это можно делать в каждой семье. Можно воспитывать детей в этом духе. Это вот большая надежда. Это новое поколение. Может быть, мы немножко чем-то попорчены образом жизни, опытом. Вот у меня дочь, допустим, она никогда не ела ни мяса, ни рыбы, не принимала никогда интексикации. Детка, потому что вот ей тридцать два, тридцать три года. Тридцать три года мы начали этот процесс с женой. Все принципы часа три, тридцать три года. Она никогда, у нее проблем нет, у меня. Я смотрю, это другой человек. Она чище от рождения, чище. Это легко. Если нет, это опыт этих привязанных, лишних вещей. Как мне сказал, одна художница, я посвятовался, писал картину. Я говорю, посвятуйте, что мне делать. Я говорю, что тут добавить можно, чтобы закончить картину. Надежде чем что-то добавлять, нужно понять, что тут лишнее убрать. Много вещей в жизни лишних делают. Столько лишнего пламана сейчас в руках в нашей жизни, что если что-то хорошее взять не было, места нет. Конечно, нужно, как и перешим, запросить эти интоксикации, несоединения и взять настоящие вещи в руки. Особенно для ума вантра нужна. Ум не починиться по-другому. Не пытайтесь даже. Он сильнее. Силен, упрям, неиспро говорится. И очень хитер. Он все равно убанит. И пойдет туда, куда ему нужно. К противоположному Богу. Он будет тут, где-то там. О чем вы не подумали? Хоть о Боге, хоть о Чёрке, он найдет дорогу туда, куда ему нужно. В личный дом. Пул его жить в личном доме. Он негодяй. Он наслаждается всем чистым и нечистым. Все подряд. Он, женщина паря, питающаяся собачаниной, говорит за правом. Не грязная вещь очень. Поэтому как мы справимся с умом? Если наш ум подключить к телевидению, представьте. Ужас. Хорошо, что его никто не видит, а? Что мне творится в уме? Кошмар вообще. Если мне кто-то обидел его в уме уже сто раз. Я забрал на честь и забрал за него. Я буду мстить в уме. Это ум. Это женщина паря, питающаяся собачально, как говорится. Это отвратительное существо. Поэтому мантра нужна. Нужны священные книги. Нужна медитация. Нужна нагрузка на умы философская. Потому что все депрессии, это означает отсутствие нагрузки умственной. Недостаточно. Не думать, что информации достаточно. Нет. Глубокое мышление. Мы сейчас утрачиваем. Глубокое мышление. Вот это уже вопрос. Глубина. И что много будет? Мы не можем ничего нового сказать. Мы должны просто сказать то же самое, что говорили до нас в нашей предшественной неделе. Любите. Прощайте. Стремитесь к своему правительству. Живите чисто в мире. Причем нужно много сказать. Все старое. Это нужно сказать глубоко. Это важно. Насколько это важно. Насколько необходимо в этот мир душе и любовь. Настоящая. Зачем подделка? Зачем медитировать, подражать, плакать в этом тайме? На ту жизнь и бежать. А всем показывать, что нет. Все хорошо. Это ум негодяй. И мы доверяем Богу. Берем оттуда. Век карит только имена Бога. Очищаем. Медитация? Трудно. Храмовое поклонение? Трудно. Жертвоприношение? Трудно. Харернама. 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 Има. Кевалам. Калавнасти. Иванцева. Говорит. Аня. Говорит. Нет другого будня. Нет другого будня. Нет другого будня. Век карит. Калавнасти. Кроме медитации на имя божественное. На танциндентный звук. Духовность. Имя Бога не оскорняется никакими материальными силами. Поэтому мудрецы, великие мудрецы, говорят, что вот две реальности у нас есть. Две реальности. Остальное люди. Это моя душа. Она реальна. И имя Бога, которая моя душа, это реально. Это путь к очищению, к счастью. Какое имя Бога повторяете, какое качество божественное не медитируете, только качество себе раздеваетесь. Вот такое общение. Что имя Бога и сам Бога не отличаются друг от друга. А это беды, которые работают. Это то, что работают две калии сейчас в наше время. Вот эта лекарство сработает. Уже какое имя Бога повторяйте? Мы не вмешиваемся в такую ситуацию. Это личное. Мы уже изучаем, прочитаем, книги. Практикуйтесь. Нагладите этот путь своим сердцем. Здесь нет. Навязывайте какие-то рекомендации. Здесь свобода выбора. Это наша любовь. Это наша жизнь. Но принцип неизменен. Это нужно делать. Каждый божий день нужно мыть свое тело умным. Трансцендентным звуком. Чистота. И вы увидите, сила появится с чистоты. Решимых. Говорят. Оттуда. Вдохновение. Постепенно. Может быть, не сразу. Может быть, и рецидивы будут еще, знаете, как болезнь не сразу будет. Еще могут вернуться. Но, тем не менее, решить. Продолжайте. Продолжайте принимать это лекарство. Ежедневно. Я так уверенную говорю, потому что я это делаю ежедневно. 33 года. Иначе ты не мог давать такие лекции. Откуда были бы эти знания? Если нет медитации. Если нет контакта. Потому что человек там и себе не совершенен. Человек не может прогласить религию или выдумать религию. Или создать религию. Это невозможно для человека. Высшая религия – это любовь к Богу. И любовное преданное служение – это высший принцип религиозный, духовный принцип. То есть наша душа – это частичка. Она служит целым. Ее природа – служение. Любовное служение. Бескорыстное служение. Вот это он может постепенно практиковать и культивировать. Что-то зарабатываем, что-то делаем без корыст. Что-то зарабатываем, но что-то делаем для души. И от души без корыст мы это практикуем. И там человек достигает великие вещи, конечно, такие люди. Спасибо. Мы тут остановимся. Возможно, есть вопросы. Кто тот вопрощающий, который находится в теле человека? Вчерашние вопросы не ответили на него. Если это душа, то что такое душа? Где-то есть информация о прошлых жизнях. Какова природа мысли? Душа очни. Она неотвестенна. Никто не знает, что такое душа. Она просто сам существует. Например, что такое любовь? Никто не знает, что такое любовь. Она просто существует. И мы знаем, когда она приходит. Когда мы соприкасаемся с ней. Только так нужно знать, что такое любовь. По-другому она неотвестенна. Душа – это личность, я сам. И что такое душа? Она говорит, очните, она вечна. То есть мы не можем найти причины, как в ее существовании. Она всегда существовала, всегда существует и всегда будет существовать. Она неуничтожима. С духовной точки зрения она вечна. Но сейчас находится внутри материальных элементов, организованных вот такой сложным устройством, механизмом, машину, ядом. И переживает, отражаясь с этим телом, все эти фазы роста, рождения, старения и смерти. Как будто она умирает, как будто она болеет, как будто она стареет, как будто рождается. Мы переживаем с этой стене тела, отражаясь с телом. Когда же мы отражаясь с телом, мы больше не подвластны старости и смерти в этом состоянии. И болеет. Душа никогда не болеет, не стареет никогда. И они говорят, что частичка Бога, то есть она духовна, не имеет никаких материальных определений, она неорисуема. Но она чиста, она быстрая, она недвижима одновременно. Она здесь и не здесь. Для нее ничего невозможного. Она источник чувств, хотя таких чувств у нее нет, как в этом теле. Она источник разума, но у нее другой разум, чистый, трансцензент. Ее природа всегда связана с большой душой. Свобода. Полной свободы. Точно так же мы сейчас находимся в этом теле, и чувствуем это тело, его температуру, его вес, его психику, его потребности. Еще как голод, и жад, и чувства. Мы находимся вот в области этих ощущений жизни внутри этого тела. Точно так же можно находиться в сверхдуши, в океане Божьей. Вопрос о трансцензенте. С чем есть это чувство? С Божественной природой или с материальной природой? Это душа. Где хранится информация о прошлых жизнях. Замечено, что когда человек умирает за считанные доли секунды, он вспоминает не торопясь всю свою жизнь. Что-то происходит. Другое измерение сознания. Время. Меняется измерение времени у человека. Он вспоминает все, что давно забыл уже. Все это детали. То есть информация хранится в нашем уме. Мы берем с собой следующую жизнь. Ничто не утрачивается. Ни один день прожитой жизни. Даже напрасно не утрачивается, а фиксируется. Все в этом мире точно подотчетно. Не случайно. Даже если человек рождается в этом мире сразу следствие о рождении. Завтра рождение, регистрируется имя. Если мальчик, то военно обязанный. Если подрастет, то нужна школа. Все контролирует развитие общества людей. И что вы думаете в этом мире? Мы здесь переходим по контракту. Точно. Нужное время. И с нужной ролью. В этом мире очень точно. И вся информация непосредственно мы ее сами вносим. Носите мое тонкое тело. Грубое тело я оставляю, в тонком теле я приношу. Дальше переходим в следующую жизнь. С этой информацией. И по этой информации, как портной измеряет наши параметры тела, чтобы жить костюм. По этой матрице тонкого тела создается новое тело. Водове матери. Оно формируется ровно по этим вот измерениям. Прошлой жизни. Поступка. И оно находится в состоянии сути глубокого сна там. В семь месяцев оно как бы пробуждается глубокого сна. В сновидении начинает успокоиться, двигаться чуть-чуть. А уже в момент родов просыпается, хочет просыпаться. Бодрственно входит в этот мир. Мир бодрственно. А умирать снова уходит в душу в теле. И так циклируется душа в этом теле, в этом мире. И есть такое понятие, как освобожденная душа. Не находится в цикле рождения смерти, а не в духовное вечное тело. И какова природа мысли? Природа мысли – садка луна. Природа мысли – божественная энергия. То есть ум, его природа мыслить возвышенно. Общадно. Это природа мысли. Все эти энергии мыслительные, разумные, энергии чувств, ощущений – это все энергии Бога, говорится. Мы видим только Бога вокруг. Стихии тоже его энергии. И вот это видение – это и сознание развитое. Мы не просто видим деревья или землю или реки. Мы видим энергию Бога, его вселенскую форму. Как оно взаимодействует, как это солнце, что это такое в этой вселенской форме. Что такое луна? Мы можем это осознавать, понимать, этот мир. То есть ум может это понимать, потому что он имеет значение божественной природы. Он может это все осознавать. Глубоко размышляем. Если есть устный вопрос, пожалуйста. Сколько времени осталось у нас на вопросы? Да, чувствую. Можно? Да. Мы поговорим о том, что очень много людей, которые чувствуют боль и обиды. Чувствуют? Боль, обиды и не могут простить. Да. А когда наоборот, когда, например, все прощаешь полностью, всегда. И всегда рад видеть человека, даже несмотря на то, что он причиняет огромную боль. Ну, как бы это. И люди всегда считают головы хитом. Например, как ты можешь не позволять такое, когда с тобой так все идет. Ну, ты не чувствуешь это в боли. Это нормально или это не нормально? Это не совсем правильно. Прощая постоянно, и когда человек снова повторяет свои грехи, это нехорошо. Это наивно. Это не полезно ни для того, кто прощает, ни для того, кто прощен. Мы так поощряем его плохое поведение. Когда мы прощаем кого-то, мы извлекаем урок для своего разума. Например, вы прощаете человека, который обманул вас. Но это не означает, что пациенты должны ему доверять. Это наивно будет. Вы уже знаете, что он обманщик, верно же? Вы простили его. Но вы должны учитывать его природу. Он обманывает. Доверять на него. Это разно. Иначе это наивно. Или сентиментально. Иначе это наивно будет. Здравствуйте. Спасибо вам за два дня. И вы. Здравствуйте. Как вы относитесь к домашнему образованию детей? И возможно ли оно в нашем обществе, в мегаполисе? Спасибо большое за ответ. Образование детей. Это очень важно. Я бы сказал, это одна из главных задач для нас с вами. Воспитание наших детей. Так мы создадим новый мир, лучше, через воспитание детей. И как вы относитесь к тому, что домашнее образование? Не общеобразовательная школя, а домашняя? Нормально. Нормально, потому что общеобразовательная, ну, сложный вопрос. Надо найти хорошую школу для этого. Это тоже не просто так, я понимаю, да? Я не знаю, сейчас ситуация хорошо в Петербурге. Но есть школы хорошие, престижные, где нравится учиться, как-то нравственности, если как-то там, защита. Нет агрессивных детей, то есть сеть какие-то хорошие. А есть школы не очень благоприятные в плане среды. Поэтому иногда мы хотим домашнее образование давать. Но домашнее образование – это недостаток, что ребёнок не общается с коллективом. Ему нужно друзья, нужно общение. Домашнее образование, ну, хотя бы нужно несколько детей это собрать, чтобы вместе их обучать. Общение должно быть. Почему нельзя есть мясо? Ведь это естественная потребность тела. Я бы не сказал. Возможно, если бы человек не начал есть мясо, не было бы этой встречи. Ещё история, всё развитие. Человек ел мясо и развивался. Ведь вы верите мясо, я не верю мясо. И то, что называете развитием, я не называю развитием. У нас разные точки зрения. Конечно, я понимаю, что развитием какой-то. Но я не считаю, что это правильное развитие. Например, раньше летели на телевер, а сейчас на джипах. Это развитие. Это прогресс. Ну, машина прогрессирует точно. Чтобы соединить человека, он счастливее становится. Если раньше с крепостных стен камни бросали на голову врагу, и кипящие смолу лили, то сейчас я люблю Богу бросить прогресс. Я не считаю, что это прогрессирует. У меня другое мнение. Это ложный прогресс. Незаменно, что это прогресс, но это опасный прогресс. Мясо означает, что это прогресс будет агрессией. Если мы говорим о качестве продукта, не о килокалориях, не о жирах, а о гуне, то мясо означает агрессия. Вы сильны в агрессии, когда едите мясо. Максимально сильные именно в агрессии проявляются у мяса йода. А у вегетарианца максимальной силой проявляется активность в отдаче творчества. Это разного качества силы развития. Я спросил одного человека, который находится в Европарламенте. Ну, как он в атмосфере вообще? Он сказал, ну, милитаристский дух. Коротко ясно. Ну, посмотрите внимательно, как входит в глаза. Милитаристский дух везде. Он только силой управляет людьми. Все. И воспитывает эти силы. Ну, что это мясо? Это развитие. Ну, развитие, но другое развитие. Я не согласен с этим. Никогда люди не ели мясо столько, как сейчас. Вы тут ошибаетесь серьезно. Хотя бы потому, что еще около двухсот лет назад в холодильнике не было. И к тому же были еще пассы и люди следовали. А изначально христиане все были вегетариантами. Везде это было ограничено. Жертвоприношение. Не просто люди съезжали в бой и поедали, пожирали в год просто. Бесконтрольно. Нет. Это были акты и жертвоприношения. Регулировая практика была ограничивающая вещь. Никогда мы сейчас только животные не взрываются на бой. Никогда мы сейчас люди не едят столько мяса отравленного. Это отравленный продукт, потому что там успокоительные, вкалываются сначала животные. Потом красители и химикаты, чтобы он терял свой естественный цвет красный, чтобы осталось не серый. Я предлагал. Его нужно еще хранить потом. Ну, про анализ и сами изучите этот вопрос. В якале сейчас никто таких жертвопришений спешать не может, поэтому убийство его запрещено. В принципе, в ядре в якале. И кроме этого, если вы станете вегетариантом, если почувствуете лучше, и здоровье. Моя дочь никогда не ела мясо здесь живую. Нет причины. Думаешь, что мясо необходимое человеку? Нет такой необходимости. Есть живые вещества, которые не мясо едят. Слон, лошадь, бык, корова. Самые сильные животные вегетарианты. Самые выносливые вегетарианты. Попробуй не пахать на волки. Запретите волков. Нет, это невозможно. Это мясоед. Он вообще не поймет, что вы хотите от него. Попробуй не пахать на волки. Потом вот агрессию и пролечие. Ну а если вы быка запряжете, он понимает шесть команд на слух. Куда поворачивать? Шесть команд усваивает бык. Интеллект. А слон 22 команды понимает. И может участвовать в коллективном труде, в монтажных работах. Когда много словно. Слажно работать. Это, например, разумное животное что? Вегетарианты. Среди мяса еды вы не найдете такого примера? Нет? Там единственная сила, да, агрессия. Ну и что мы хотим стать таким? Таким разумным человеком хотим сказать. А где же любовь? А где творчество наше? Это все падает, деградирует, потому что пища плохая. Разумно применяется. Мясо хорошо. Вы съедаете мясо. Вы же не можете его переварить так просто. Потому что у вас не предназначено пищевое для принятия мяса какого количества. Тракт-то у нас вегетариатский. Делена кишечника для вегетарианства. Состава желудочной кислоты для вегетарианства у человека. И зубы не совсем тоже мясоедные. И так, и так можно применять, говорится, наши зубы. И вот мы закладываем туда мясо. Его нужно переварить. Это трудно жить, в пищу все тяжелое. Значит, мы добавляем туда немножко огня. Стимулятор спиртного. Видите? Получается. Сверхо активируется желудок. И давит на гиниталию. Следующий центр. Язык, желудок, гиниталия. Вот вы поели, попили и думаете, куда теперь пойти? Гиниталия хотят гулять. Гиниталия. Вот она культура нашей мисоеды. Пьют, едят и гуляют. А что? Мясо. Это только часть твоей истины. Не всю истину открывают. Если всю скажу, нам плохо, то не больше. Причина всех конфликтов, войны, революции. Мясо, не политика. Мясо. Все наши обиды, все эти наши депрессии, все это, разочариваемся с эстрессом. Мясо. Я не буду это долго взять, не говорить, убеждать. Просто перейдите мясо, хотя бы на миску вы сами все увидите. Глаза открываются. Ненадолго рассуждать. Сделайте этот шаг. Хотя бы для эксперимента. Для себя. Не спорьте вы этот шаг. Проверьте. Добрый вечер. Где? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, свое отношение к особым сна? На сколько это и взорно? И на сколько это созвучно, выходы из грунтого тела? Спасибо. Если бы наши сны были осознаны, как вы говорите, мы бы знали все эти науки уже. Мы бы все уже получили. Они не осознаны. Я знаю, что есть такая практика, что люди хотят освоить тонкое тело, чтобы путешествовать по ночью, куда они хотят, ходить в гости другу, подсматривать или на лугу слетать на другую планету в тонком теле. Захватывающие, правда ли, кто-то в эти вещи верит? Вот. Но прежде чем вы сможете эти осознанные сны видеть, практиковать, нужно очистить ум. В Санкт-Пагуне вы можете видеть только истину во сне, правду, пророчественную вещь. И получать знамя. Но опять же нужно очищение. Сейчас я не думаю, что к этому можно серьезно относиться. Потому что ум, как мы сказали, очень серьезный гряд. Он вас обманет. Если вы доверитесь нам, вводите в ловушку ума. В ваших лекциях говорится больше об отношениях к уже созданной семье. Пожалуйста, расскажите о путях создания семьи. Где, как искать свою вторую половинку? Как и на чем выстраивать отношения? Дайте свое определение любви. Хорошо? Что? Вкратце скажет. Любовь. Определяется долгом. Если это настоящий друг. Если вы любите друг друга, что-то это брак. По жизни. Долг. Ответственность принимает. Тогда вы найдете любовь. Весь людей. Иначе это сантименты. Нет. Ни постоянства. Ни йога. Нет. Это разрушение традиций. Если просто любите, разлюбливаете, любите, разлюбливаете. То надоело, то не надоело. Это не брак, это не смерть, это не любовь. Поэтому это понятие трудное. Любовь в нашем мире. Как чувство. Мы понимаем, это счастье, да. Но как жизнь это трудно. Поддержит эту любовь. Не утрачивает ее. Чтобы она не обросла чем-то негативным, понимаете. Не оскорнилась любовь. Она оскорняется нашей нечистотой. Нашими неверными словами, неверными поступками. Оскорблениями, унижениями, обидами. И в конце концов, вы видите, любовь-то уходит. Нет любви больше. Ты не будешь. Поэтому долг. Как говорят инфельмане, они говорят проще. Не любовь важна в браке, а забота. Вот попытайтесь понять эту хорошую вещь. Любовь придет, если вы заботитесь друг от друга. Она придет за нами. Не так, что я люблю, а заботиться не желаю. Любовь-то моя эгоистическая. Люблю для того, чтобы и надо заботиться. Не лепет тебе любить. Если я люблю как собаку, то это же старший свой долг. Но у меня практическая любовь, понимаете. Я очень практический человек. Нет. Каждый должен отдавать свою любовь в исполнении долга, говорится. Без любви долг невыполним. Это очень трудно. Если любовь не очень разная, это очень глубокая. Это каторга. Содержать в семье каторга, воспитывать детей каторга, на работу ходить каторга. Чуть не люблю ничего. Этот долг просто тем, что это? Это каторга. Не жизнь, а каторга. Это любовь, долг вместе. И тогда этот долг, который любовь очищает. Иначе не чистая любовь. Если вы просто выберите, что это еще не настоящая, не чистая любовь. Это еще вожделение, но смешанное. Настоящая любовь проводится позже. Она не телесного происхождения. Она теперь лишь только молодым людям красивым. Нет. Она приносит душе эту любовь. И вот в чувстве долгого отдачи себя в душу сверху человека. Вот там находятся любовь и встречи. Создать семью. Конечно, да. Институт семьи нужен. Я не могу сейчас за одну минуту сказать, как создать семью. Вкратце, если только какие-то формулы сказать. Но это поверхностно. Мужчина так создает семью. Определяет цель своей жизни самую высокую. Самую высокую. Насколько позволяет его интеллект вообще. И разум. А потом ищет себе помощь. Все. Чувства могут меняться. Цель остается. Забота остается. И они достигают. И они счастливы. Что касается женщины. Она должна воспитывать целомудрие обучаться. Без чего не мыслится сильная семья. Вся сила в семье исходит из целомудрия женщины. Она это самая поддерживающая, добирающая сила. Если женщина нет целомудрена, ну как сказать. Строго говоря, по винистским канонам это не то, чтобы семья, но какой-то брак, какой-то другой вид. Есть разные. Девять видов брака существуют. Брак Ганхарла, допустим, по обряду. Просто гирлянного обменяли, все. И поменился. Ребенок родился, расходился по своим делам. Такой-то глупый. Это брак Ганхарла, допустим. Разные виды есть брака. Но вот видишь эти браки, традиционные такие, династии, там другое. Люди никогда на основе чувств брак не заключали. Разум это решал. Так же. Конечно, учитывалась определенная склонность, нравится человек, конечно. Раньше люди любили по-другому. Но они любили сразу же и разум, и душу человека. Они понимали это. Поэтому можно было доверять даже чувствам, в каком-то смысле, больше, чем сейчас. Сейчас у нас понятие души изъято из, как бы, нашей культуры. Практически не особенно, понятие разума изъято. Осталась какая-то просто психика и биология. Ну вот, что-то вот не другое. Очень упрощенное. И мы вот влюбляемся в этом уровне, и понятно, что ошибка наша. Говоря об утрате чистоты отношений, вы упомянули отношения с собой. Что имеется в виду. Поясните, пожалуйста. А отношения с самим собой, как бы, любовь к самому себе. Очень хороший вопрос. Не позволяйте себе деградировать. Любите себя. Беремите себя от всего трудного. Уважайте свою жизнь. Цените ее. Не прожигайте ее зря. Не тратьте время понапрасну. Это отношения с самим собой. Все самое лучшее от жизни берите. Самое лучшее давать в себе. Это отношения к себе. Да. Александр Геннадий, спросите. Скажите, пожалуйста. Может ли один и тот же человек одновременно находиться, жить в разных гунах? Например, одна в своей жизни в гуне в страсти, другая в невежестве? Ну, так далее. Хороший вопрос. Верный вы понимаете? Гуны, они вращаются. По времени они двигаются. Все движение хочет. И в это вращение гун мы называем деятельностью, кармой. Карма. Или потом даются плоды кармы. И так все закручивается. Механизм. Гуна вращается каждые сутки. Есть годичные циклы, двенадцать летние циклы, юги. Все эти гуна в такой. В больших, маленьких масштабах все пронисано гунами. Качественные движения. Например, детство – это невежество. Юность – это чувственная страсть. Также активная работа страсть. Старость – снова невежество. Упадок. Благость – это просветление, откровение, осмысление, очищение сердца, воздушные цели, медитация на чистоту, на абсолют. Это сад. Иногда лучше испытываем желание просветления. Иногда желание страсти. Иногда желание невежества. Вот мы это испытываем. Они чернуются как. Поэтому мы называем работа, отдых, например. Работа, страсть, отдых, танос. Устает – танос приходит. Это гуна вращается. Мы так вот живем. Таким типом спиртят каждый день. Но иногда мы задумываемся о смысле жизни. Сад – это есть у нас. Есть такой, да. Эти гуны, как бы, смешанные, они вращаются и чередуются. И наша задача, как утвердиться в чистой гуне – остановиться, выбрать что-то. То есть освободиться от нижней гуны тяжелых. То есть в свое сознание, даже когда спит, тело может спать, но наше сознание должно подчиняться невежеству. Должно знать, как поддерживать себя в сад, в гуну. Вот этот трой человек. Это выбрать гуна. У нас выбор. Какой гуну выберем. Пойдем невежество – такая судьба. Пойдем в страсть – другая судьба. Пойдем в благость – третья судьба. Мы выбираемся. Сахар. Сахар. Хорошо. Я согласен. Добрый вечер. Подскажите такой вопрос. Вы сказали про молоко. А является ли молочная сыворотка заменой? У меня ребенок пьет молочную сыворотку, а молоко не очень. Это вы должны спросить, Олег Геннадьевич Тарсенова. Точно. Я знаю, что от молока все полезно. И сыворотка полезна. Все полезно. И я знаю так, что можно злоупотребить молочными продуктами. Так это тоже случается. Говорите, факт. Поэтому здесь нужны специалисты, как бы диетологи или вот такие логические доктора, которые могут индивидуально по нашим дошам, институции дать нам диету необходимую здоровую. Олег Геннадьевич мне сказал когда-то, что ты можешь есть сметану сколько хочешь. У тебя такая конституция, что сметану можешь сколько хочешь. Я думаю, твои сметану нет. А потом он сказал, что есть только хочу. Мы с женой идем по Майку в Индии там. А у нее голова болит. Не бывает. Голова болит, она идет такая расстроенная. А у тебя тоже идет с ней у головы. Тут на встречу Геннадьевич. Ну что у вас? Голова болит. Голова болит. Сейчас. И так. Стал смотреть. Как это делать? Глаза такие большие. И там папайя растет. Папайя какая-то растет. Говорит. Раз, раз. Нарвало. Раз. На голову положил. Вот уже легче. Все хорошо. И пошел. И жена так раз. О! Не больно. Вот такой вот. Так у кого его спасите. Здравствуйте. Спасибо большое вам за лекцию. Спасибо всем. Такой вопрос. Что значит Родина, отчизна или чужбина? По физическому знанию. И вопрос немного личный. Поскольку живу не в России. Вот уже 10 лет. И может ли вот эта жизнь не на Родине быть более счастливой? Можно ли применить вот по физическому знанию. Извините, волны. Вот есть такая, наверное, это русская поговорка. Где родился, а там и пригодился. Так ли это на самом деле? Потому что, например, в моей жизни не все сферы я могу пока что реализовать там, где я живу. Я живу в Азии. Вот. Но я там счастлива. Спасибо. Я такой счастлив. Так ли? Я знаю. Значит, в чем вопрос? Во всех сферах. Во всех сферах счастлива? Не во всех сферах. Ага. Вы знаете, что у каждого человека есть своя боль в жизни. Мы всегда будем жить с какой-то болью в жизни. Это факт. Потому что эта боль поможет нам. Уйти от этого несовершенства, от этих несовершенней ситуаций. Продвигаться дальше и выше. Для людей в разных глумах природы Родина по-разному оценивается. В Гуне невеже, он вообще не понимает слово Родина. Там ему деньги дадут, там и Родина. То есть человек без чести и совести вообще. Нет никаких проблем. В страсти он понимает. Я тут должен быть. Моя страна. Моя культура. Она мне то образование, что она мне это. То есть я ценю это все. Мать. Родственники здесь. Традиции здесь. Я умру за Родину. Но поддерживать это понятие Духом. Богом. Бог Родина. Это понятие совместимое, очень близкое. Без Бога Родины не будет. Просто месторождение. Недостаточно. Но в Гуне благости вы становитесь гражданами мира. Потому что вы уже в Боге. Для вас Родина – это вся тема. Мать, земля. Все. Конечно, вы также помните свое месторождение. Понятное дело. Как те самскары, то есть получили пожизненными натурами. Пользуйтесь. Но вы граждане мира теперь. Для вас весь мир – одна большая семья. Вот. Так можно понимать, что это правда. Спасибо. Мы здесь заканчиваем.